Друзья, раз уж у нас есть небольшая пауза между играми, мы проведем ее с пользой и посетим достопримечательности Минска. Разумеется, баскетбольные. И лучшее место для этого – Музей Национального Олимпийского Комитета Республики Беларусь. Тогда черты снимаешь! Под знаком пяти колец вот как раз-таки первое заседание Национального Олимпийского Комитета, который нашли мы в архиве, сохранилась в газете «Советская Беларусь». В 92-м к нам перелетел сам Хуан Антонио Самаранчо. Вот мы видим, передал флаг, сохранился, вымпел. Именно с этого визита Ижак Роге тогда был в составе делегации еще один из будущих президентов Международного Олимпийского Комитета. Это граждане Республики Беларусь, награжденные призами Международного Олимпийского Комитета. Первая награда это была Владимиру Роженкову, который был первым президентом НОК и первым министром спорта и туризма, именно независимой Беларусь. Елена Дмитриевна в честь своего юбилея передала свои награды для экспонирования. И вот эта специальная лампа для перевозки Олимпийского огня, их сохранилось не очень много. У нас в коллекции, к счастью, такая лампада есть. Факелы заправляли топливом, которым заправляют космические корабли. И вот Александр Васильевич рассказывает, что вот этим самым факелом он зажигал Олимпийский огонь на стадионе «Динамо». Новая жизнь в белорусском спорте началась с приходом Александра Григорьевича Лукашенко. В 1997 году он был избран президентом НОК. И наш президент, он такой пример для подражания, потому что он очень сам любит спорт, активно занимается. Он знает все национальные команды, переживает, болеет. Сам играет и в теннис, и в хоккей, и в футбол. Всего у нас завоевано в истории белорусского спорта 106 олимпийских медалей. Субтитры сделал DimaTorzok Мы обсудили игру, разобрали свои ошибки, по-другому сконцентрировались на этот матч. Вот у нас получилось выиграть. Команда вся такая была заряженная. Мы были, конечно, немножко расслабленные в начале, но все равно под конец так уже собрались с мыслями, с силами и сосредоточили. Пытались как-то сыграться, потому что все равно непривычно. Все из разных клубов, и немножко так тяжеловато. Первая игра такая была, видно, что проигрывали под щитом. А, наверное, вторая игра, она была более ровная, потому что они тоже дали своим молодым игрокам побольше поиграть. Мне очень понравилось, что девчонки наши молодые проявили свои лидерские качества. Я думаю, что летом мы обязательно для национальной сборной сделаем обязательно турниры. И хочется, чтобы там, конечно, присутствовали и команды из других стран. Мотивация была другая, потому что после разбора игры все же ошибки свои ушли по вчерашней игре. Но хочу сказать, что эти игры очень полезны. Особенно полезны для нашего будущего, которого ждет, я надеюсь, хорошие перспективы. Поэтому это огромная польза и для игроков, и, конечно, для нас, потому что уже практически год, мы без игр. Мы смотрим реакцию игроков на стрессовые ситуации в первую очередь, когда команда выигрывает 20 очков. Это совсем другая ситуация, когда при ситуации игра равная. И их решение, правильное решение, неправильное решение, они всегда будут ошибки. Хотелось бы, конечно, меньше, чтобы не потерь. Но еще раз говорю о том, что в стрессовой ситуации многие игроки выполнили установки. Это в первую очередь это радует. Кубок Дружбы, завершенный для обеих сборных, он оказался весьма полезным. Смотрите, победы поровну, эмоции и опыт общие. По-моему, супер. Поблагодарим Минск за гостеприимство. Ну а вам, друзья, спасибо за то, что совершили это маленькое путешествие вместе с нами и со сборной. Пока! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok